Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами про органические удобрения. Органические удобрения – это удобрения, которые производятся из растительных компонентов живыми существами. Это могут быть и животные, это могут быть и черви, которые живут в земле, это дождевые черви в основном, это и микроорганизмы, которые живут в земле. Самое популярное органическое удобрение – это навоз, это компост. Навоз должен быть обязательно конским или коровьим. Навоз свиной не применяют, потому что хрюшки кушают не только растительную, но и животную пищу, и удобрение получается очень едким, которым можно сжечь все живое на земле. Что из себя представляет органическое удобрение? То, которое продается в магазинах. Это или такое вот сухое порошкообразное удобрение, или это гранулы. Конечно, органическое удобрение можно запасти, купив там в ближайшем каком-то хозяйстве тот же навоз или компост. Но когда мы покупаем удобрение в виде навоза или компоста у фермеров или где-то в других хозяйствах, есть очень большой риск, во-первых, занести на свой участок семена сорных трав, потому что сорные травы имеют очень такую жесткую, хорошую оболочку, и они не полностью перевариваются в желудке животного. Когда мы вносим удобрение с такими травами, мы тем самым сеем практически сорняки на своем участке. Вторая опасность, которая таится в таких вот удобрениях, которых мы покупаем где-то в хозяйствах, в таких удобрениях очень охотно живут личинки разных почвенных вредителей. Ну, например, личинки майского жука. Та же медведка, она очень любит органический, органику. А вывести почвенных вредителей из земли очень трудно, их еще труднее вывести, чем вот таких каких-то листовых вредителей. А вот магазинные удобрения, они проходят ферментацию, они уже полностью готовы к употреблению. Не нужно ждать, когда, как вот мы говорим, навоз созреет. Здесь уже все полностью готовы. И плюс они свободны от семян сорных трав, и они свободны от возбудителей заболеваний и от личинок вот этих почвенных вредителей. Конечно, можно сказать, что навоз или компост, который мы купили где-то в хозяйстве, можно просеять, и личинки вот эти будут видны. Но не забывайте о том, что кладки яиц очень мелкие. Мы можем освободить от личинок, вредных насекомых, но пропустить кладки яиц, и они разовьются, и вот почвенные вредители, они могут уничтожить весь урожай, который мы посадим. И еще раз повторюсь, выводить их очень и очень сложно. Очень популярны органические удобрения – это куриный помет. Куриный помет более концентрированный, чем конский или коровий навоз. Это очень концентрированные удобрения, и его практически не вносят в сухом виде в посадке. Его либо под перехопку вносят, либо из него делают настойки. А настой куриного помета очень питательный и быстро усваивается растениями. Но здесь главное не переусердствовать и соблюдать концентрацию, которая здесь вот все написано. Обязательно перед применением читаем инструкцию и обязательно соблюдаем концентрацию, потому что излишки любого удобрения могут сжечь растения, а вот куриный помет может навредить вдвойне. Если еще раз повторюсь, сделать его слишком концентрированным. Весь спектр органических удобрений содержит в себе больше всего азота. Если вы используете органическое удобрение, то в почву вносить азотосодержащие удобрения нужно меньше. То есть нельзя совмещать органическое удобрение с карбамидом или с омячиной селитрой. Этим мы пересытим почву азотом. Но использовать не только лишь органическое удобрение тоже нельзя. Нужно обязательно вносить калий и фосфор, потому что калий и фосфор, он присутствует в органике, но его там мало. В органике очень много микроэлементов, поэтому вообще органическое удобрение очень ценное и его нужно обязательно использовать на своих участках. И еще один плюс в органическом удобрении. Когда мы вносим органику в землю, там очень активно развиваются почвенные микроорганизмы и они рыхлят землю. То есть внеся органику в землю, мы улучшаем и состав земли, вот эту структуру самой земли. Ну и естественно в такой земле растения будут лучше расти и лучше плодоносить. Вносите органическое удобрение, выращивайте хороший урожай, а наши советы, надеюсь, помогут вам правильно и качественно внести это удобрение в почву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова